18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Такая благодать, что на сердце сразу легко становится. Праздник, неугасающий два тысячелетия. Весь православный мир отмечает Рождество Христово. Обращаются к нам, интересуются, поскольку много странных названий для них незнакомых. Истории и славные страницы. Все желающие во время новогодних каникул смогли посетить обзорные экскурсии по городу-курорту. У Нового года во власти всем вам жить в мирном мире и счастье. Нет ничего важнее счастливых глаз детей. Настоящую сказку представили в городском театре артисты Краснодарской филармонии. Режим строжайшей экономии бюджетных средств, подготовка к курортному сезону и выборам президента России. Это основные вопросы, которые сегодня были рассмотрены на совещании в администрации города. Не обошли вниманием и вопиющий случай ДТП, в результате которого пострадала одна из достопримечательностей Анапы. Подробнее в нашем материале. Первая рабочая планерка главы Анапы в новом году состоялась сегодня в администрации города. Участники подвели итоги новогодних каникул и выработали план работы на предстоящий период времени. Хочу сказать спасибо и культуре, и потребсфере. Хорошо было организовано, и людей прямо очень много было, и работников полиции было много, и пожарная машина была, и скорая. Несмотря на то, что до лета еще почти полгода, глава города уже дал распоряжение начать активную подготовку к курортному сезону. Юрий Поляков подчеркнул необходимость города быть на 100% готовыми к приему отдыхающих. Провести мониторинг санитарного состояния пляжных территорий в районе Высокого берега, в том числе пляжа общего пользования 40 лет Победы, Лионерского проспекта, села Витязева, села Суко, поселок Утриш. Совместно с Му-Попу и другими хозяйствующими субъектами обеспечить санитарную очистку. Глава также подчеркнул необходимость навести порядок в сельских округах. Особое внимание мэр уделил Витязева. На праздниках там не работало уличное освещение, а также приказал навести порядок на параллии. Под личный контроль главы города попало и дорожно-транспортное происшествие, произошедшее недавно на пересечении Анапского шоссе и улицы Крымской. Автомобиль с нетрезвым водителем врезался в стелу, одну из достопримечательностей города-курорта. У меня отдельный вопрос, знаете, какой? Кто ее будет восстанавливать, эту стелу? Мне просто интересно. Может кто-то думает, что опять муниципалитет должен за свои деньги? Нет. Я хочу знать, кто виновен и когда он ее восстановит, эту стелу? Вести там какое-то следствие сумасшедшее, я думаю, нет никакого смысла. Есть машина, есть человек, который совершил это преступление. Пожалуйста, с завтрашнего дня пусть она начинает ее восстанавливать, эту стелу. В завершении встречи глава города еще раз обозначил главные цели на будущий квартал, а также попросил всех присутствующих не затягивать с выполнением поручений. По словам главы, работы предстоит очень много. Руслан Немцев, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Анапа вновь в числе лучших городов страны. Во время недавнего социологического опроса наш город вошел в топ-10. Безопасность – один из основных факторов, по которому оценивалось качество жизни в том или ином городе России. Еще обращали внимание на экологию, благоустройство и качество досуга. Последний рейтинг говорит, что лучшие показатели по этим пунктам у Анапы, Грозного, Дубны и Геленджика. Подробности в материале наших коллег из программы «Доброе утро, Россия». Море, солнце и чайки над волной. Но кто не согласится пожить на теплом побережье? Многие платят за это большие деньги, но для жителей курортов такая роскошь у самых ног. Мне вот удобно все. Я люблю ходить, при том я в Табанабалке, и здесь для меня как бы нет затруднений, хотя мне уже под 70. Город мне очень нравится. Идеальный город. Хорошо. Идеальное место для детей. Летом море, солнце, зимой вообще красоты и народу нет. Жители Анапы расхваливают родной город не только за приятный климат, но и за чистоту, безопасность и с десяток других критериев. И практически по всем город получил высокую оценку. Неудивительно, что именно Анапа заняла первое место в рейтинге 10 лучших городов России. Неофициальный список составили специалисты на основании живого опроса более 250 тысяч человек. Граждане оценивали чистоту, экологию, качество работы коммунальных служб, инфраструктуру для детей и многое другое. Среди 250 населенных пунктов России в топ попали также Грозный, Дубна, Сосновый Бор, Геленджик. Миллионы православных в эти дни отмечают светлый праздник Рождества Христова. 30 тысяч церквей по всей стране, везде торжественные службы, везде многолюдно. Сегодня Анапский храм Святого Ануфрия посетил епископ Новороссийский и Геленджикский Фиагност. Владыка встречал глава Анапы. Вместе с прихожанами храм Юрий Поляков принял участие в торжественной литургии, посвященной светлому празднику Рождества Христова. Поздравляю вас всех, дорогие свои братья и сестры, с сестрых и праздником Рождества Христова. Праздник Рождества Христова особенно близок в своем понимании к детям. Они сами юные и они очень крепко воспринимают радость и торжество праздника Рождества Христова. Эта связь, пронесенная сквозь два тысячелетия, Рождество Христова – один из важнейших православных праздников. Глава города Юрий Поляков поблагодарил епископа Новороссийского и Геленджикского Фиагноста за его православную миссию и особенно за укрепление веры прихожан. Хочу обратиться к вам, Владыка, ко всем священнослужителям, православным нашим, которые несут в наши семьи, в наши сердца нашу веру. Владыка, вам хочу пожелать хорошего, крепкого здоровья, вертвения и успеха в ваших благих начинаниях. Вычленный человек такой деятельный, очень деятельный и не отчаивающийся, не так важно, как я знаю, и стремящийся все равно простить каждому человеку. Собойтесь, нужно не каждого жителя города и района Анапы. Помощи Божьим, терпись, многое-многое дело. Для жителей Анапы визит высокого гостя – особенное событие. По словам одной из прихожан Марии, богослужение Преосвященного Фиагноста для нее сродни чуду. Он имеет большое значение, потому что мы не раз уже встречаемся с ним. Благодать идет, вы знаете, идет такая благодать, что на сердце сразу легко становится. После службы глава Новороссийской епархии наделил всех желающих дарами не только духовными, но и материальными. Впереди у верующих новое время – святки, 12 дней празднеств. Руслан Немцев, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Сегодня первый рабочий день 2018-го, позади череда новогодних праздников. Вспомним, как это было. Одно из главных событий состоялось в городском театре, куда пришла настоящая сказка. Для анапской детворы сотрудники театра совместно с артистами Краснодарской филармонии представили увлекательное путешествие девочке в хрустальных туфельках по мотивам всем известной «Золушки». Вместе с маленькими зрителями за приключениями сказочных героев наблюдала и наша съемочная группа. По традиции, в канун Рождества в городском театре Анапы состоялось благотворительное новогоднее представление, зрителями которого стали ребята из многодетных и замещающих семей, а также дети-сироты. Это представление стало десятым юбилейным по счету. Работники культуры сделали все, чтобы праздник получился ярким и запоминающимся. Они получают сегодня и подарки, сладости, ну не только представление, но и радость. Поэтому добро пожаловать в городской театр и получать рождественское чудо. Всех поздравляем, счастья, радости. Представление состояло из двух частей. Впервые ребята посмотрели интерактивную сказку «Девочка в хрустальных туфельках». Яркие красочные костюмы и неподражаемая игра актеров Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко по-настоящему переместили ребят в сказочный мир. Успехи вас благословляю. И у Нового года во власти всем вам жить в мирном мире и счастье. Вторую часть представления подготовили аниматоры городского театра. В малом зале ребят ожидала настоящая елка с хороводами, конкурсами и танцами. Очень понравилась елка, все так хорошо организовали, детки радовались. Очень хорошее было представление, запомнится на всю жизнь. Представление длилось почти два часа, а в завершении праздника все смогли сфотографироваться на память со сказочными героями. Руслан Душевский, Анапа-регион. От древней горгипии к современному курорту. В Анапе начали работать бесплатные обзорные экскурсии, где каждый может ознакомиться с прошлым и настоящим Анапского района, узнать историю Анапы, ее современный облик, подробности в сюжете. Историческое прошлое Анапы уходит своими корнями в глубокую древность. Первыми на этой земле обосновалось так называемое племя синдов, Анапскую крепость захватывал Тамерлан, а во времена русско-турецкой войны город сыграл значительную роль в обороне российских берегов. Лишь недавно все эти сведения можно было подчеркнуть лишь из интернета или посетив музей. Однако сегодня, благодаря инициативе Иоанновской администрации, каждый желающий может вживую ознакомиться с культурно-историческим наследием города, причем сделать это совершенно бесплатно. Поэтому в эти земли стали приходить иностранные корабли. Поскольку у нас в истории человечества одна цивилизация сменяла другую, 3000 лет назад, 2700 лет, вернее, греки, древняя Греция, становится самым разным государством в период. Теперь, наравне с крупными городами, такими как Москва и Санкт-Петербург, в Анапе тоже есть своя обзорная экскурсия. Жителям и гостям города расскажут о героическом прошлом Анапы, ее памятных датах, первых поселенцах, виноделии, интересных фактах. Экскурсовод Наталья уверена, что такого рода инициатива должна существенно повысить культурный статус города-курорта. Дело в том, что немногие местные жители, в общем-то, знают хорошо нашу историю, а отдыхающие, которые приезжают в летний сезон, задают много вопросов тем, у кого снимают жилье, живут в гостиницах, но не всегда местные жители им могут ответить. Поэтому всегда посещают экскурсии, обращаются к нам, интересуются, поскольку много странных названий для них незнакомых. Экскурсии планируется проводить на регулярной основе. Особенно они будут актуальны в летний период, когда количество гостей Анапы особенно велико. Руслан Немцев, Михаил Попов, Анапа-регион. В ночь с 6 на 7 января православный мир встретил Рождество, один из самых главных зимних праздников. Во всех православных храмах Анапы прошли особые богослужения, которые длились несколько часов. Рождественская служба собрала под сводами свято-аннуфреевского храма множество людей. В этот вечер, как говорят прихожане, хочется наполнить сердце радостью и торжеством одного из самых важных событий в жизни каждого православного человека. Это очень красивый праздник. Он радость приносит людям, потому что это радость спасения. Спасение человека, спасение его души, спасение его тела. Россия, во-первых, всегда после крещения Руси была православной. И поэтому я считаю, что все праздники православные для страны очень важны, потому что они дают дух, народу дают дух, дают силу, дают веру. И всегда на Руси сражались за Русь и за веру православную. Душа зовет идти в храм Божий, для того, чтобы силы были дальше жить и работать. Рождественское богослужение провел благочинный свято-аннуфреевского храма отец Виктор. Рождество Христово занимает первое место в литургическом цикле, посвященном земной жизни Иисуса Христа. И оно празднуется шесть дней. Со всеми, ой, мир и за тупо мне. Вместе с жителями города в богослужении принял участие и глава Анапы Юрий Поляков. Рождественские дни – это не только молитвы. Это, по словам священнослужителей, внимание к ближним, помощь и сострадание. Именно так и поступал в своей жизни и сам Спаситель. Руслан Душевский, Анапа Регион. Не все дети смогли встретить Новый год в кругу семьи. 1 января на стационарном лечении в детской городской больнице находились 27 маленьких пациентов. Ежегодно медики готовят для детей сюрприз – новогодние подарки. Маленькие пациенты всегда с нетерпением ждут визиты Деда Мороза и его внучки в праздники. В каждый подарок входит игрушка, подобранная с учетом возрастных особенностей и заболеваний ребенка. Машинки, куклы, головоломки, наборы конструктора. Для каждого ребенка нашелся свой подарок. Самому младшему пациенту 11 месяцев. Новый год – это семейный праздник. Эти детки, которые в семье не смогли встретить Новый год, конечно, в больнице для них это важно, они лучше себя чувствуют, у них сразу появляются положительные эмоции, и они быстрее выздоравливают. Традиции уже более семи лет. На подарки для малышей деньги собрали сами сотрудники. Поддержку оказывали и спонсоры больницы. Поздравить ребят пришли артисты из ДК Алексеевский. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова